Выставка татарских костюмов в музее имени Лобачевского. Встреча сотрудников Сбера со студентами КФУ. Необычно украшаем дом с институтом дизайна и пространственных искусств. Всем привет! В эфире универновости, а в студии Елизавета Газизянова. В институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоялось ежегодное мероприятие «Елки-пати». В этом году оно объединило в себе два блока. Премия «Активист года» и ФМК-2023 и новогоднее представление с участием творческих коллективов и студентов института. От имени директора института Радифа Замалединова участников мероприятия поприветствовали заместитель директора по образовательной деятельности Гульнас Ижбаева и заместитель директора по воспитательной и социальной работе Эльвира Закирова. Они выразили благодарность активистам за успешное продвижение в сфере студенческой жизни и отметили результаты плодотворной работы учащихся. В рамках премии были отражены такие направления, как научная деятельность, добровольчество, творчество, спорт, медиа, антикоррупционное и профсоюзное движение. Особое внимание было уделено студентам, получившим гранты на реализацию стально значимых проектов и принимавшим активное участие в студенческой жизни. Завершилось мероприятие творческими номерами и интерактивными играми. Рамзия Мухамедова – этнограф, внесший огромный вклад в изучение идентичности культуры и наследия татарского народа. 25 декабря в музее имени Николая Ивановича Лобачевского Казанского федерального университета состоялось открытие выставки, которая приурочена к столетию создателей ряда историко-этнографических экспозиций в музеях Татарстана. Атлас жизни Рамзии Мухамедовой – именно так называется выставка, посвященная столетию великого этнографа Татарстана, лауреата Государственной премии Республики Татарстан. Она подарила музеям республики множество исторических экспозиций, которые максимально точно отражают этнический аспект нашей малой родины. Свою жизнь Рамзия посвятила изучению материальной и духовной составляющих культуры татарского народа. Именно ей принадлежат труды о татарах Среднего Поволжья. Наиболее известные ее работы, посвященные народным костюмам, стали основной темой выставки. Она посвящена столетию со дня рождения Рамзии Геньятовой Мухамедовой. Она была выпускницей Казанского университета и под руководством этнографа Воробьева стала специализироваться на изучении татар-мешар. Все, что мы в настоящее время видим, связанное с татарским народным костюмом, это результат огромного исследовательского труда Рамзии Геньятовой, которая на протяжении всей своей жизни отправлялась в этнографические экспедиции, сочетая историко-этнографические исследования с исследованиями в языкознании. Основой для создания выставки послужили материалы из личного архива Рамзии Мухамедовой, переданного в 2021 году в Музей истории Казанского университета. Он включает рукописи, полевые дневники, этнографы, документы, фотографии, книги. Помимо этого, в выставочном зале представили весь научный путь Рамзии Геньятовны. Например, она была руководителем масштабного научного проекта «Историко-этнографического атласа татарского народа», который представлял собой собрание материалов, показывающих различные характерные черты этнических особенностей татарской истории. Поскольку я занимаюсь изучением музейных коллекций, то, конечно, надо сказать, что все исследования Рамзии Геньятовны, они базировались в основном на экспедиционных материалах. То есть это человек, который посвятил себя полевым исследованиям. И все ее книги, они являются для музейных сотрудников базой для изучения собственных коллекций. В состоявшемся после открытия выставки «Круглом столе» актуальные проблемы современной этнографии, который тоже был посвящен столетию со дня рождения Рамзии Мухамедовой, приняли участие филологи, антропологи, социологи, этнологи, искусствоведы. Они обсудили важнейшие темы, которые касаются изучения и популяризации татарской культуры и истории. Помимо прочего, на выставке представлены предметы этнографии татар из этнографического музея КФУ и реконструкция костюмного комплекса «Татар-Мишар». С начала этнографии, она, будучи ученицей Воробьева, в самые сложные, скажем так, времена, это первая половина XX века, особенно с 1946 по 1954 по 1955 года, когда необходимо было понять, кто такие казанские татары вообще, в чем их отличие от других. Выставка показывает, насколько важно и нужно сохранять научно-историческое наследие, а ее главной миссией является сохранение культурного достояния и этнической идентичности татарского народа. Посетить музей и посмотреть на экспонаты можно с понедельника по субботу с 9 утра до 6 часов вечера. Валерия Карташова, Николай Суховский, Универ Новости. Во втором высотном корпусе Казанского федерального университета прошло открытие Олимпиадного центра КФУ. Поздравить студентов и преподавателей с торжеством прибыл не только ректор вуза Ленар Сафин, но и Рушан Сахбиев, управляющий отделением Банк Татарстан, публичного акционерного общества Сбербанк. О том, как прошла встреча, расскажем далее. Второй высотный корпус Казанского федерального университета всегда являлся центром новых разработок и технологий в области IT-сферы. Так, в рамках торжественного открытия Олимпиадного центра КФУ, ректор вуза Ленар Сафин выступил с речью и поблагодарил каждого студента и преподавателя за неоценимый вклад в развитие и становление науки в университете. На встрече также присутствовал управляющий отделением Банк Татарстан, публичного акционерного общества Сбербанк Рушан Сахбиев. Он вручил вузу памятные подарки и отметил важность проведения всевозможных исследований в области программирования. Также открытие посетил Данис Нургалиев, директор Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета. По его словам, открытие Олимпиадного центра КФУ – большое событие, которое позволит студентам продолжать совершенствовать свои научные труды. Действительно большой праздник, потому что сегодня создается здесь Олимпиадный центр по программированию. И самая главная суть этого центра в том, что он имени Равина Максимовича Хадиева. Кроме того, с приветственной речью выступил Камиль Хадиев, директор Олимпиадного центра. Он провел небольшую презентацию об истории создания, достижениях Олимпиадного центра и о современных задачах на Олимпиадах по спортивному программированию. Сразу после этого Рушан Сахбиев вручил ректору Казанского федерального университета сертификат о передаче оборудования Олимпиадному центру. Впервые с Олимпиадниками по информатике, по программированию, начали заниматься в начале 2000-х, примерно в 2001 году. Как раз Равин Максимович Хадиев организовал кружок по Олимпиадной информатике и начал возить студентов на Олимпиады, начиная с этапов чемпионата мира по программированию. Вслед за этим состоялось небольшое знакомство с командой студентов КФУ, прошедшей в полуфинал чемпионата мира по спортивному программированию в 2023 году. А затем вручение им сертификатов на продукты от Сбер. По словам Антона Егорчева, директора Института вычислительной математики и информационных технологий, это событие имеет особое значение для дальнейшего развития науки и продвижения IT-сферы в КФУ. Я считаю, что сегодня достаточно важное мероприятие. Сбербанк поддержал наш Олимпиадный центр Казанского университета, поддержал его не только оборудованием, но и в дальнейшем будет поддерживать на мероприятиях. Олимпиадный центр является важной структурной Дниско-Казанского университета. Наши студенты, наши команды ежегодно проходят финал чемпионата мира, занимают призовые места на множестве Олимпиад. И, безусловно, это важно для того, чтобы показать, на каком уровне в IT-сфере находится университет. Завершилось мероприятие дружным чаепитием и планами на дальнейшее сотрудничество во многих сферах информатики и программирования. Елизавета Газизянова, Николай Суховский, Маргарита Михайлова. Универновости. Новогодние праздники. Новый год. Подробнее узнаете в следующем сюжете. Традиционно с первого курса студенты Института дизайна и пространственных искусств разрабатывают дизайн-проекты. В течение семестра им требуется сдать две работы. В преддверии Нового года перед ребятами была поставлена задача разработать оформление домашнего интерьера, в частности комплекта столового текстиля. У всех, да, у данных комплектов одна, в принципе, да, объединяющая тема – это Новый год. Но особенностью всех этих представленных работ в том, что каждая из команд, они выбрали свою, да, тематику, свой стиль или направление, в котором они разрабатывали этот проект. Они абсолютно разные, но в этом, наверное, и есть вот этот вот интерес, который, скажем, да, вызывает. Всего представлено шесть дизайн-проектов столового текстиля. Каждый по-своему уникален. А главное – это все труды ребят, которые совсем недавно стали студентами. Одна из первых разработок – снегопад. Выполнена в серо-красных оттенках. Важно здесь все. От вышивки скатерти до разработки ланчматов. Один из самых узнаваемых элементов Нового года – это снежинки, то, что сегодня у нас с вами за окном. Один из сложных тоже комплектов, казалось бы, да, потому что мы здесь уже использовали вышивку. Вышивка уже тоже, да, выполнялась на нашем новом оборудовании. Тоже достаточно сложные, скажем, да, в обработке были вот эти вот салфетки, которые сейчас вот так вот декоративно сложены. Полностью разработаны вот эти вот ланчматы, как мы их называем, под столовые приборы. То есть это все было выполнено руками студентов. Следующий комплект – столового текстиля, один из самых смелых и новаторских. Здесь соединены традиции культуры Китая и актуальные идеи в виде 3D-моделей, печати и вырезанных эскизов, которые обычно украшают окна. Но в проекте ребят они нашли другое применение. Интересно то, что учащиеся занимались творческой деятельностью и за пределами университета. Они посетили тематические заведения Казани, чтобы вдохновиться локациями, которые наиболее подходили для их задумок. Интерес к Востоку, он сегодня, ну, наверное, даже уже превалирует, скажем, да, над всеми другими культурами и интересами. Поэтому, я думаю, обращение к Востоку, тем более у нас очень много китайских студентов, для них это вообще был большим таким подарком, что мы обратились к их культуре, к их традициям. Поэтому такие традиционные элементы, скажем, да, свойственные культуре Китая, они здесь были использованы и показаны. То есть, начиная вот с этих красных фонариков, без которых не обходится новогоднее празднование в Китае, без вот этих вот салфеточек. Сейчас большое внимание уделяется проблемам экологии, поэтому интересное воплощение нашлось и тематики лесной феерии. Этот дизайн-проект отражает аспекты эко-темы. В нем были использованы натуральные материалы, такие как хлопок, водоотталкивающая ткань и другие. Мы выбрали такие элементы, как еловые ветки, ягоды, шишки, которые были использованы и в декоре. Они символизируют Новый год и зиму. Во время разработки нашего проекта мы использовали печать, которую вы можете увидеть на раннерах и салфетках. А для декора мы использовали, как я уже сказала, в нашем эко-проекте, мы использовали экологически чистые материалы. Это сосновые ветки, шишки, а вот эти звезды сделаны из бумаги. Следующий дизайн-проект был разработан по мотивам романа «Великий Гэтсби». Этот стиль характеризуется использованием блестящих тканей, перьев, бисера, жемчуга и драгоценных камней. Поэтому оформление получилось в аристократичном, утонченном виде. Перед нами стоялась задача разработать столовый текстиль. То есть мы подготовили скатерть, которая сделана из атласа, и подготовили раннер, дорожку. Ключевой нашей задачей работы является как раз декоративная вышивка на раннере. Она несет за собой основную суть нашей работы. Основную суть нашего проекта, наша тема сделана по мотивам книги Эп Скотта Фиджеральда «Великий Гэтсби». Основными характерными цветами являются белый, черный и золотистый цвет, которые вы сейчас видите на нашем макете представлений. Веков связующая нить – дизайн-проект, посвященный эстетике Советского Союза. Главными атрибутами атмосферы уюта и тепла стали винтажный сервис и салфетки с зарисовками на тему всем известных открыток художника Зарубина. Еще одна тематика столового текстиля – шебешик. Это стиль интерьера, для которого одновременно характерны романтичность, роскошь и налет антикварности. Элегантность, заключенная в шебешик, делает оформление уютным и узнаваемым среди других стилей. Во-первых, это первый курс, и мы рискнули и попробовали дать им такую командную работу. Конечно, есть те команды, которые и сложились, и в срок уложились, и сделали все прекрасно и без ошибок. Да, конечно, у нас будет награждение, это у нас традиционно по итогам каждого дизайн-проектирования, каждого проекта. Поэтому, да, конечно, есть лучшие, но мы никому не говорим, что они есть худшие, просто есть кому-то еще к чему стремиться. Помимо основной задачи создания интерьера, ребята позаботились и об оформлении потолка. Над каждым столиком была размещена экспозиция, отражающая тематику дизайн-проекта. Кристина Отекина, Тимур Ахметов, Универ Новости. Благодаря команде исследователей, куда включены представители кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета, был открыт новый вид осьминога. Впервые он был обнаружен между Северной Исландией и Шпицбергеном, а в дальнейшем установлено его распространение практически по всему Арктическому бассейну. Вид обитает на глубинах более 600 метров, там, где температура воды не превышает 0,4 градуса Цельсия. После обнаружения осьминога его морфологические признаки были изучены учеными и студентами кафедры зоологии и общей биологии. На этом все. В студии была Елизавета Газизянова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова